Привет, народ! С вами снова я, Евгений Пугач из Израиля. Сегодня будем с вами говорить о психологической поддержке до и желательно после бариатрической операции, особенно для девочек. Почему особенно для девочек? Потому что по статистикам, по всем данным, которые я видел, которые находятся в открытом доступе и в не очень открытом, я увидел одну интересную вещь, что мужчины, как правило, меньше подвержены психологическим проблемам после бариатрической операции, а девочки, как правило, к сожалению, больше. Это проблема. Это большая проблема, с моей точки зрения. Почему? Потому что очень часто вы можете смотреть, что бариатрики, особенно дамы, переходят к алкоголю после бариатрической операции. Срываются, у них есть нервные срывы и вообще крыша может немножко потечь. Это надо знать, это надо помнить. Почему? Потому что, когда мы делаем бариатрическую операцию, мы, грубо говоря, лишаем себя некого удовольствия, которое у нас до этого было всегда, а теперь его нет. О чем я говорю? О обжиралове. Потому что количество еды, которое мы с вами будем кушать, оно очень маленькое сравнительно. И еще раз, строительство с тем, что мы ели. Если мы до этого могли за раз слопать полкило оливье, то сегодня мы этого сделать не можем. Наша пайка, наша порция занимает примерно, примерно одноразовый стаканчик, вот как вот есть одноразовый стаканчик для кофе, да, или чашку вот возьмем, да. Ну вот, грубо говоря, три четверти чашки, максимум чашка — это количество еды, которое мы можем себе позволить за одну трапезу. И получается, что многие из нас, как бы, особенно это женщины, чувствуют некую такую проблему, что вот надо заполнить чем-то вот эту вот потерю. Как я работал над собой, когда я сделал операцию, понял, что мне не хватает чего-то, да. Казалось бы, жена, дети, все классно, но не хватает. Я мужчина, мне проще. Я люблю рыбалку, люблю металлоискатель. Я взял удочку, пошел на рыбалку. Если не хочу удочку, беру металлоискатель, пошел куда-нибудь искать. Это одновременно металлоискатель особенно хорошо, почему это одновременно спорт. А второе, я занялся любимым для себя делом. Я занят чем-то. Если вы сделаете операцию и у вас не будет какого-либо хобби, которое вам приносит удовольствие, в моем случае еще моя работа, как ни странно, приносит мне удовольствие. Я работаю по сфере высоких технологий, работаю тестировщиком качеством программного обеспечения, то есть QA. Вот и моя работа не приносит удовольствие. Но кроме этого, кроме детей, естественно, жены, это кульминация прямо. Да, мне нужны еще какие-то небольшие такие, скажем так, моменты уединения. Поэтому я беру металлоискатель или удочку и иду на рыбалку. Я живу около Средиземного моря. Вот буквально за окна я вижу Средиземное море. Или же на речушку какую-нибудь в Израиле. Их мало, но у меня есть около моего дома довольно близко. Мне надо ехать минут 15-20. Я там ловлю небольших рыбок. Иногда отпускаю, иногда беру с собой. Но я нашел, чем себе занять. Если вы не найдете, чем себе занять, это может быть проблема. Я не говорю, что у всех поголовно это может быть, но больше всех этому подвержены дамы. Поэтому мой дружеский совет – найдите себе хорошего психолога. Он может вам понадобиться. Дай бог, чтобы он вам не понадобился, но это бывает. Это бывает. Иногда есть побочки, иногда что-то не получается. Желательно, чтобы у вас был психолог, к кому вы сможете обратиться. Это очень важно. И поймите, женский алкоголизм, как правило, неизлечим. А чувство потери у вас будет. И вот чтобы не было этого чувства потери, займитесь собой. Желательно перед операцией вообще подготовьте себя психологически. И тогда все у вас будет хорошо.